Мегринский плод Мегринский плод, конечно, сладок, но, как говорится, не мушмулой единый. Пора подумать и о пище духовной. Исторические и географические Мегри вполне можно назвать последним христианским городом по пути на мусульманский Восток. Но религиозная жизнь здесь только возрождается. В советские времена закрытым погрангарнизоном был фактически весь район. Даже сейчас, несмотря на то, что в городе есть действующая церковь, количество верующих незначительно. На утренней службе наша съемочная группа оказалась в гордом одиночестве. Летом в основном с утра все в садах работают, потому и нет никого. Да и народ здешний за годы советской власти отвык от посещения церкви. Но раз здесь существует этот храм божий, построенный еще в 17 веке, значит, вера была. Думаю, ситуация изменится, нужно время. Приходите на воскресную литургию, здесь довольно много прихожан. В Церкви Святой Богородицы нас поразило количество и качество фресок. Они датируются примерно 1830 годом. Это произведения коренных мегринцев, учеников школы художников овнатанянов. Более ранние и более ценные фрески в другой мегринской церкви, Святого Саркиса. Росписи относятся к 17 веку. Это лучшие образцы армянской настенной живописи того времени. Красиво, ничего не скажешь. А куда бы нам теперь отправиться? Выезжая из Мегри, направо поедешь, в Корчеван попадешь. Налево поедешь, в Шванидзор попадешь. И в каждом из этих армянских сел много интересного. Но обо всем по порядку. Село Корчеван довольно благоустроенное. В нем 80 хозяйств и 360 жителей. Действует клуб, библиотека, телевидение, телефонная связь. И свой водопад, который обеспечивает водой полсела. КОНЕЦ В первую очередь мы разыскали дом старосты. Вот дом, а вот и сам староста, Армен Аветисян. Не успели познакомиться и сразу попали на застолье. В доме гости, туристы из Германии. Люди здесь очень гостеприимные. Хотя я не могу понимать армянский язык. Я чувствую, что люди здесь очень открытые и гостеприимные. И, как можно сказать, от сердца дают, приглашают. А еще туристам очень нравится армянская кухня. Говорят, продукты натуральные и блюда вкусные. На столе традиционные хашлама, сыр, мацун. А это еще что? А вот это блюдо в Мегри, его называют рубленая долма. Я сама ем впервые. Думаю, хозяйка поделится рецептом. Сначала все как с обычной долмой. Собираем виноградные листья. Здесь за ними далеко ходить не надо. Листья должны быть самыми нежными. Теперь мелко нарезаем лук, зелень и виноградные листья. Все это нужно обжарить в масле. А затем добавить нарезанное мясо или тушенку, кому как больше нравится. Рецепт готова. А пока варится обед, можно и песню спеть. Для души. Вот так. Совсем просто, но очень вкусно. Теперь, как и договаривались, в Шван-Идзор. Но по дороге делаем остановку на железнодорожной станции Мегри. Она находится на консервации с 93-го года. Поезда уже давно не ходят, а на ржавых рельсах лишь старенький тепловоз. И каково было наше удивление, когда мы встретили тут начальника станции. Я на станции работаю с ямара 56-го года. Станцию приел вагон, один-двухосный вагон товарный. Станцию построил лично сам, своими руками. Обзавел вот это все, чинары посадил лично сам, 58-м году. День Ленинский, субботника 21-го апреля. Мы вот сохраняем, несмотря на то, что мы ничего не получаем от дороги. Однако вот мы сохраняем все это. А вот это вот что за памятник? Я виду такой советский, по-настоящему советский. Девочка? Девочка, да. Это девочка мир. Символ мира. На руках у нее голубь мира. В советские времена именно отсюда проходила железная дорога, связывающая Ереван через Нахичевань и Баку с Москвой. Сегодня из 93-х человек по штату тут работают всего двое, а сама станция перешла в распоряжение Южно-Кавказской железной дороги. Покидаем этот кусочек мира, похоже, навсегда забытого в прошлом, и направляемся в село Шван-Идзор. Старосту села застаем за работой на виноградниках. Каждый год Улан-Ису-Ванян собирает до 4-5 тонн урожая со своих плантаций, а потом делает из него белое вино. Раньше, до 80-х годов прошлого века, под виноградники была занята большая территория в 60 гектарах. Сейчас только 8. Вырубили все после принятия сухого закона. Обидно, конечно. Знаете, еще российские цари закупали вино, полученное из винограда, выращенного в этих местах. Я вас обязательно им угощу. Но прежде чем пригласить в дом, устроил нам познавательную прогулку по селу. Мы не против. Наше село часто называют оазисом в пустыне. Это объясняется уникальной системой подачи воды для ирригации. Вот эти колодцы, созданные сотни лет назад, еще нашими дедами, до сих пор служат нам верой и правдой. Смотрите, здесь особая кладка камней, и нет никакого цемента. Принцип самой системы прост. Вверх по склону холма на расстоянии 8 метров друг от друга сделаны скважины. Каждая из скважин соединена под землей с остальными и снабжает их свежей водой. В селе 50 колодцев. Самый глубокий – 23 метра. Колодцы требуют постоянного обслуживания, поэтому у нас несколько специалистов по очистке системы. Я сам с детства часто любил сюда залазить. Так и страх потерял. Могу аж до конца спуститься. Вот так. Сначала одну ногу, потом другую, а дальше уже плечами надо работать. Для этого крепкие мышцы нужны. Скажете, что мне уже 60 лет? А вот это древний акведук. В буквальном переводе с латинского – водопровод. Еще одна гордость села. Он был построен в 17 веке, но до сих пор работает. Честно говоря, мне не приходилось встречать такие постройки в других регионах Армении. Вода здесь, вдали от русла реки Аракс, на вес золота. Акведук переправляет воду с одной стороны села на другую для поливки садов и огородов. Но воду в целях экономии здесь пускают по часам. Так что всех возможностей древнего сооружения мы так и не оценили. Увы, но село катастрофически стареет. Много заброшенных домов, закрытых на ключ, а многие и вовсе разрушены. В селе всего 315 жителей. Молодежь уезжает в города за лучшей жизнью. С горечью в голосе делится с нами староста, приглашая в свой дом. А здесь нас ждал сюрприз. Как оказалось, отец Уванесса долгожитель. Дедушке Арутюну 102 года. В свое время он был председателем колхоза, прошел Великую Отечественную, воевал на Украинском фронте. Говорят, если его спрашивают о дне рождения, отвечает, родился, когда пшеницу косили. Мы тоже захотели с ним пообщаться. Оказалось, дедушка очень плохо слышит. Зато в свои за 100 до сих пор обходится без очков и умеет читать. Так что выход найден. Нас, конечно же, интересовало, в чем секрет его долголетия. Секрет? Кому раскрыть наш секрет? Этим людям? Я их вообще впервые вижу. Да, ловко ушел от ответа. Однако, пришлось довольствоваться гостеприимством этого дома и обещанным вином. Хозяин говорит, настоящее вино должно оставлять след на бокале. И не какой-нибудь, а в образе русалки. След появился, а вот русалка... Нет, нам столько не выпить. Но бутылочку белого вина мы заберем с собой в Ереван. Так в чем же он, секрет долголетия? Может, ларчик открывается просто, и стоит только откупорить бутылочку и понять, что истинно в вине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы находимся на самой высокой отметке в сети армянских автомобильных дорог на высоте 2535 метров. От Еревана нас отделяет чуть больше 350 километров, а до самого южного города Армении Мегри – 30 километров. Кстати, Мегри в переводе с армянского означает «медовый». Итак, вперед, навстречу самому сладкому городу страны. Собираясь в Мегри, будьте готовы к тому, что в дороге вас ожидают перевалы, сумасшедшие серпантины, ледники в июле и ветер на высокогорных лугах, а еще бесконечные виражи на дорогах, где порой нет ограждений и двум машинам не разъехаться. Для людей со слабым вестибулярным аппаратом это воистину серьезное испытание. Закрытые из-за Нагорно-Карабахского конфликта границы с Азербайджаном и Турцией сделали Мегри наиболее изолированным городом Армении и одновременно ее единственным окном в мир. Здесь проходят границы с Ираном. Во многом благодаря этому окошку страна выжила в тяжелейших условиях первых лет независимости и войны. Огромные фуры с иранскими номерами до сих пор ежеминутно можно встретить на этих дорогах. Они везут всевозможный товар в столицу Армении. А еще не останутся незамеченными множество пасек, уютно расположившихся прямо вдоль дорог. Меда в Мегри на самом деле не больше, чем в других регионах Армении. Но нектар цветов, произрастающих здесь, воистину медовый. Говорят, пчеловодство особенно развито в прилегающем к Мегри селе Личк. Увидев табличку с названием, сворачиваем с основной дороги в село. Здесь мы познакомились с ведущим пчеловодом села Ашотом. Сейчас самый разгар сезона, и они вместе с внуком Грачем активно сколачивают рамки для улей. Страшновато, не правда ли? Аташота узнаем, что главное, находясь на пасеке, не мешать полету пчелы. То есть не закрывать собой вот это небольшое отверстие. Тогда и от укуса вы будете практически застрахованы. А еще он рассказал, что делать правильный мед местным пчелам помогает особый хоботок, который намного длиннее, чем у других пчел. Этот вид пчелы называется желтая армянская пчела, и сохранился он только в Мегри и его окрестностях. Благодаря своему хоботку наши пчелы могут собирать нектар самых разных растений, что повышает целебные свойства меда. Правда, и стоит армянский мед недешево. 3000 драмов за килограмм. Это примерно 8 долларов. Реализуют его пчеловоды в основном через своих знакомых и постоянным клиентам. Везти мед в столицу за 400 километров слишком накладно. А это уже пчеловод в третьем поколении Гелам Айропетян. Разведением пчел он занимается вот уже 38 лет. Сейчас у него под началом 50 пчелиных семей. А потому, говорит, работы хватает на целый день. Главное, чтобы погода не подвела. По поведению пчел пасечники научились предсказывать погоду. Перед засухой пчелы становятся злее и чаще жалят. А если при приближении туч пчелы продолжают свою работу и не возвращаются в ульи, значит, дождя не будет. В солнечный день за сутки в каждом улье образовывается до полутора килограммов меда. Это не так много, но в нашем меде гораздо меньше воды и больше необходимых организму витаминов. Мы готовы поставлять наших маток царит за границу, но для этого необходимо соглашение на государственном уровне. Собирать сладкий урожай пасечники будут только в конце августа, но самым вкусным медом нас все же угостили, достав прошлогодние запасы. И даже научили, как отличить настоящий продукт от подделки. Кто бы мог подумать, вроде несовместимые продукты. Вкусно? Конечно, лучше всего лабораторная экспертиза покажет, кормили чел сахаром и сиропом или нет. А можно и вот таким способом проверить. Натуральный мед должен стекать с ложки змейкой. Вот, видите? И тут же с улыбкой добавляет, что лучший контроль качества это совесть самого пчеловода. С чистой совестью и проводил Назгегам в путь с дорогу. Но покидать село мы пока не собираемся. Не без проводников направляемся к здешним водопадам. Весть об их красоте докатилась до столицы. В роли Ивана Сусанина сельский парнишка по имени Андроник, а с ним его верный пес. Дальше пойдем пешком. Если бы я знала, что предстоит такое сложное восхождение, не знаю, решилась ли бы я на это путешествие. А вот для любителей бабочек здесь просто рай. Спустя полчаса вот и первый из водопадов. После жаркой прогулки принять ванну с гидромассажем решается лишь наш четвероногий друг. Совсем рядом в пяти минутах еще один водопад. И таких тут аж двадцать. Чем выше, тем красивее. Жаль, что мы ограничились двумя. Альпинист из меня, скажу честно, не ахти какой. Наконец-то мы в Мегри. Это южные ворота Армении. В самом удаленном от столицы городе около пяти тысяч жителей. Он расположен на высоте 630 метров над уровнем моря. Это район сухих субтропиков Армении. А потому природа здесь сильно отличается от других регионов страны с резким континентальным климатом. Миды есть только в Египте. Ошибаетесь. Эти сторожевые башни, занимающие доминирующее положение над Мегринским ущельем, местные жители называют бургерь, то есть пирамиды. С них и начнем знакомство с городом. Пусть вас не смущают мои резиновые сапоги. Летом здесь полно змей, а потому совершать восхождение к башням так будет гораздо безопаснее. Местные жители посоветовали нам натереть обувь мылом. Говорят, змеи не выносят этого запаха и прячутся от него. Лучше, если мыло будет хозяйственным, а в качестве альтернативы можно использовать чеснок. Ну, с богом. Поспешу вас успокоить. Змей на нашем пути мы не встретили. Точная дата постройки крепостных башен неизвестна. Ученые предполагают, что это конец 10 века. А вот то, что в 18 веке именно благодаря этим сооружениям армянскому деятелю освободительного движения Давид Беку с армией в 400 человек удалось в течение пяти дней противостоять 10-тысячной турецкой армии и обратить ее в бегство, исторический факт. А еще это единственная известная в армянской архитектуре крепость, которая построена с учетом использования огнестрельного оружия. Она не имела оборонительных стен. Естественной и мощной ее защитой были горы. Отсюда сверху открывается потрясающий вид на город и ущелье. На возвышении мы заметили старый ржавый флюгель в виде развивающегося флага армянской СССР. Кто его установил, уже не помнят даже местные старожилы, но, видимо, он был кому-то когда-то нужен. Зато те же старожилы с удовольствием рассказывают о другой достопримечательности города. Вот об этом Платане, растущем в самом центре Мегри, на главной площади. Этому дереву ни много, ни мало 600 лет, но с ним связана еще одна интересная история. Дупло тополя настолько велико, что раньше здесь, прямо внутри, сидел сапожник со всеми своими инструментами и принимал заказы. Было это в 50-х годах прошлого века. Красота Мегри и его живописность не столько в архитектуре домов и общей планировке, а в рациональном, до мелочей, использовании рельефа местности. Дома лесенкой взбираются на крутые склоны. Крыши одних домов – площадки перед входом для вышестоящего соседа. Извилистые улицы города разделяются на кварталы. Здесь их называют Мец и Покарь-Тах. Плутать по ним можно до бесконечности, словно в музее под открытым небом. Сейчас на базе старых домов в Мегри сооружаются гостиницы в этническом стиле, полные местного колорита. Одну из таких мы и нашли по туристическим указателям. Здесь нас встретила Армина Петросян. Она архитектор и автор проекта по восстановлению и сохранению культурного наследия города. После реставрации этот старинный особняк выглядит таким, каким он был в начале 19 века. Очень важно сохранить его для потомков, ведь так наглядно можно узнать о бытии и традициях этого края, понять, как жили наши деды и прадеды. Еще в 2006 году проект был представлен ЮНЕСКО, и восстановление дома стало возможным благодаря фонду «Измерлян». Вот смотрите, эти ниши наши бабушки использовали для хранения посуды. Буфет мы приобрели в одной из деревень и отреставрировали. Остальная мебель новая, но стилизована под ту эпоху. Это семья Межлумянов. Им принадлежал этот дом. Глава семейства был известным врачом. Деревянные балконы, украшенные искусственной резьбой, тоже очень характерны для того времени. Многие дома имели резные ставни и цветные стекла. К сожалению, сегодня старый город теряет свое лицо. Большинство образцов уникальной народной архитектуры превращены в руины, а остальные находятся на грани разрушения. Уже на кухне нас ждал цветочный чай с инжировым вареньем. Для Мегри это настоящая классика. Я бы целую банку съела. Очень вкусно. Каждая хозяйка в Мегри умеет варить варенье. Инжировое, ореховое, кизиловое и даже из лепестков роз. Все дело в том, что здешние сады можно спокойно сравнить с ботаническими, чего в них только не растет. От обычных яблок, груш и слив до инжира, граната, мандаринов и оливок. Сад Юрия Шамировича самый знаменитый в округе. Из года в год, несмотря на возраст, они вместе с супругой проводят здесь дни и ночи напролет. За советом и выращенными ими саженцами киви и королька приезжают не только из разных уголков Армении, но и из соседних республик. Фрукты тут зреют один за другим, только успевая их есть, а остальное идет на варенье или сухофрукты. На этой территории было всего три дерева. Мы все это своими руками посадили, с любовью, и деревья отвечают нам взаимностью. А вот фрукт под названием мушмула, о котором мы слышали еще в Ереване, у Юрия Шамировича нам отведать не удалось. Говорит, сезон уже прошел, но мы решили не отчаиваться. Следующие полчаса провели в поисках по всему городу. Что это за дерево такое? Хоть бы знать, как оно выглядит. Не отсталывай, где обнимается. Фюмель пока не нашли. Сейчас попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok